Ребята, снова всем привет! В этом видео я хотел бы вам показать, как установить WhatsApp на ПК на свой компьютер и связать его со своим смартфоном. В любом поисковике набираем поисковый запрос WhatsApp на ПК, как у меня сейчас вот здесь написано. Дальше, в результатах поиска вы найдете официальный сайт, я прям ссылку оставлю на него в описании. И скачать WhatsApp на ПК нужно именно через официальный сайт, через другие сайты не скачивайте, так как это небезопасно. Перешли на официальный сайт и жмем вот эту кнопочку «Скачать для Windows». Дальше начнется скачивание. Посмотрите, вот файл установочный, который называется WhatsApp Setup и весит он на данный момент 130 мегабайт. Поэтому это займет определенное время. Скорость скачивания будет зависеть от скорости вашего интернета, то есть от скорости интернет-соединения. Теперь этот файл нужно открыть. Если вы в Chrome скачивали, то просто нажимаете вот эту птичку, которая расположена возле названия файла и просто жмете вот здесь «Показать в папке». И сейчас WhatsApp откроется в той папке, куда он скачался. Теперь на установочном файле вы можете два раза нажать мышкой, левая кнопка, либо я рекомендую нажать правой, откроется вот такое меню и выполнить запуск от администратора. Если у вас есть такая возможность, то лучше так запустить эту программу. Жмем. Происходит запуск программы. Вот такой вот рисунок будет отображаться. Все. Теперь появилась инструкция. Нужно действовать согласно этой инструкции. Вы должны изначально установить WhatsApp к себе на смартфон. Если у вас Android смартфон, то заходим в PGA Market, скачиваем WhatsApp и устанавливаем. Если у вас iPhone, то заходим в App Store, скачиваем и устанавливаем. Дальше проходим регистрацию, то есть получаете одноразовый SMS-код на свой телефон, связываете свой телефон с WhatsApp и все. WhatsApp у вас установлен. Теперь нам нужно связать ваш WhatsApp, который находится в смартфоне, именно с WhatsApp, который вы установили себе в комп. Заходим в свой WhatsApp, открываем его, заходим в правом верхнем углу. Есть три вертикальные точки. Жмем. И вот здесь, где ваша аватарка, где ваше имя, в правой части есть рисунок QR-кода. Нажимаем его. Дальше в этом меню у нас есть два варианта. Это мой код, то есть вы кодом этим можете поделиться с собеседником. А нам нужен вариант сканировать код, поэтому жмем сканировать код. И вот посмотрите, в компьютере уже QR-код устарел. Поэтому нажимаем обновить. QR-код обновляется. Дальше просто наводите, он автоматически сканируется. Жмем кнопку далее. Дальше жмем кнопку привязка устройства. Сканируем QR-код. И автоматически происходит связка вашего мобильного телефона с WhatsApp. Давайте я еще раз покажу, так как многие подписчики задают мне вопросы. И на моменте сканирования QR-кода у них что-то не получается. Да, действительно, сейчас чуть по-другому происходит регистрация. Поэтому здесь нужно два раза сканировать QR-код. Для чего это сделано? Для, наверное, каких-то целях больше безопасности. Так, смотрите. Нахожусь сейчас я в настройках. Там, где ваша аватарка, там, где ваше имя. Опять жмем на рисунок QR-кода. Вот он он. Жмем. Здесь выбираем меню сканировать QR-код. Выбрали. Появился вот этот вот сканер. Теперь его наводим у себя в компе. На QR-код, который в компьютере. Все. Навели. Теперь появилось меню. Вот здесь жмем далее. Все. Это вы сделали. Первый шаг. Теперь жмем кнопку привязка устройства. И теперь еще раз сканируется автоматический код. Видите? То есть я телефон не убирал никуда. Он у меня автоматически в этом же месте сосканировался. То есть два раза нужно навести на QR-код. Имейте в виду. Сразу же происходит автоматическая связка. То есть открывается ваш WhatsApp на компьютере. Подгружаются контакты из телефона. Подгружаются чаты, переписка и так далее. В принципе все. Связка произошла. Все отлично. Друзья. Надеюсь все доступно и понятно объяснил. Еще раз повторюсь. Нужно отсканировать код два раза. Первый раз сканируете. После жмете далее. Потом жмете кнопку привязка устройства. Потом автоматически открывается второй раз сканер. И сканируете еще раз этот код. После в компе вашем запускается приложение WhatsApp. И все. И вы можете нормально его использовать. Если по какой-то причине. Я даже не знаю по какой QR-код не сканируется. Значит что-то вы делаете неправильно. Нужно сосканировать его два раза. Но на всякий случай. Если вдруг уж не сканируется. То удалите WhatsApp со своего смартфона. И заново его переустановите. Либо очистите кэш. Перед удалением там есть. Сейчас вам покажу как это делается. Не переключайтесь. Потому что важна информация. Сейчас я зайду в настройки смартфона. Дальше. Находим раздел приложения. Вот оно он вверху. Жмем все приложения. Сейчас загрузится список всех ваших приложений. Игр и так далее. Здесь находим в этом списке WhatsApp. Сейчас ребята нужно найти WhatsApp. Так как приложений очень много. Видосы записываю на разную тему. Вопросов от подписчиков много. Поэтому приходится устанавливать большое количество различных приложений и так далее. Скорее всего как обычно он в самом верху находился. Я его пропустил. Видите? Вот WhatsApp. Захожу в него. Теперь. Здесь есть внизу волшебная кнопочка очистить. Вот ее нужно нажать. Обратите внимание на память. Память 111 мегабайт. Увидели? Запомнили. Теперь нажимаю кнопку очистить. И очистить кэш. Подтверждаю кнопкой ОК. И обратите внимание уже 109 мегабайт. То есть 3 мегабайта какого-то мусора вычистилось. Поэтому попробуйте перед тем, как удалять приложение, очистить кэш. После пробуйте связать ваше устройство, ваш смартфон с компьютером. Если не получается, то удаляете WhatsApp, заново его устанавливаете. После опять то же самое пробуйте. Но я думаю, ребят, вы это делать уже не будете. Так как вы на предыдущем этапе, вы сосканируете код, QR-код два раза. И в принципе все у вас получится. Никаких проблем вообще не должно возникнуть. Надеюсь, вы справитесь. И свяжете свой телефон с компьютером. И будете использовать свой WhatsApp именно на ПК. Очень удобно, очень круто, очень классно. Рекомендую всем использовать WhatsApp через компьютер. Если вы часто пишете сообщения, отправляете какие-то файлы и т.д. Все, ребят, всем пока. Продолжение следует...